Продолжаем разговор о динамических структурах данных, об указателях. И с этого видео мы переходим к следующему и довольно-таки интересному и полезному с практической точки зрения разделу, который называется «Списки, деревья и графы». Ранее мы рассмотрели практически все необходимые операции для работы с указателями и проработали несколько практических примеров. Для чего это было сделано? Сами по себе указатели тоже, конечно, имеют право на существование и используются время от времени. Но, все-таки, скажем так, наиболее часто они нужны для работы именно с такими сложными структурами данных, такими как бинарные деревья, например. То, что мы изучали ранее, это были чисто учебные примеры, не имеющие какой-то особо практической пользы. Ну а, начиная с этого раздела, мы разберем несколько видов структур данных, для реализации которых без указателя обойтись либо сложно, либо почти невозможно. Для начала напомню кратко, что такое запись. Запись в Паскале. Запись – это тип данных, который состоит из элементов, принадлежащих одному или нескольким типам. В C++ такой тип данных называется структурой. Но в Паскале запись выглядит примерно так. То есть, вот пример объявления записи вы видите сейчас на экране. То есть, ключевое слово type, потом идет имя записи, выделено красным. Далее, знак равно и также служебное слово record, что можно перевести как запись. Дальше перечисляются поля записи. То есть, вот x, y – это в Паскале называется поле. И для каждого поля, для каждой переменной, внутри записи должен быть также определен тип. Это может быть какой-то предопределенный тип, ну такой, как вы видите на экране, например, integer. А может быть также ваш собственный тип, в том числе другая какая-то запись. Чтобы работать с этой записью, надо объявить переменную типа данной записи. Например, вы также видите на экране, то есть, видите имя переменной name, типа tname. То есть, эта переменная имеет тип нашей созданной записи. Обратиться к элементу записи можно так, как вы опять же видите на экране. То есть, имя переменной, типа tname в нашем случае, то есть, типа той записи, которую мы создали. Дальше идет точка, и вот после точки указывается имя поля записи. То есть, например, x. И таким образом мы можем присвоить значение какому-то отдельному полю записи. Ну и прочитать значение так же можно. То есть, работаем, в общем-то, как с обычными переменными. Более подробно об использовании записей можно прочитать и в книге «Основы программирования». Для чего нам нужны эти знания о записях? Ну, для того, что дальнейшее обучение, то есть, изучение, например, списков, бинарных гереев и так далее, оно будет как раз-таки использовать вот эти типы данных, такие как запись. И понимание этого потребуется для изучения дальнейшего материала. Ну и также рекомендую вам посмотреть первый урок этого курса, который называется «Динамические структуры данных». Ссылки на книгу и на первый урок вы можете найти под этим видео. Это же видео, в общем-то, введение, вводное видео. Ну, скажем так, некоторые общие сведения перед тем, как мы приступим к изучению указанных в заголовке структур данных, таких как списки и деревья. Ну что ж, на этом видео заканчивается и все остальное будет в следующих уроках. Но также хочу напомнить, что эта серия платная, серия об указателях, она не бесплатная, она стоит денег, каждый урок стоит денег. Вот, поэтому, если вы, в принципе, не готовы вкладывать финансы в свое образование, то, в общем-то, письма, которые будут содержать ссылки на уроки из этого курса, можете просто удалять и не читать их. Вот, почему эта серия платная? Я, если интересно, могу сказать, то есть, я задумал, в общем-то, давно уже задумал такой очень мощный и серьезный курс о том, как стать программистом с нуля до профессионала. И я вот потихоньку иду, иду, создаю. Есть книжка «Как стать программистом» бесплатно, есть книжка «Основу программирования», которая стоит денег, но она очень недорогая, каждый себе может позволить. Есть еще несколько книг, и вот указатели – это тема, которая, в общем-то, не изучив которую, нельзя двигаться дальше в изучении программирования. Точнее, конечно, двигаться можно, но это будет такое белое пятно, которое вам постоянно будет мешать. Дальше у меня тоже есть планы, то есть, это будет, как я уже сказал, серьезный-серьезный такой курс. Ну, кстати, он будет тоже еще и очень дорогой, поэтому, когда, наконец, я его завершу, может быть, не у всех будут деньги, чтобы его купить. Поэтому, вот, по одному уроку покупать постепенно, может быть, даже и лучше. Ну, что ж, на этом все. Ждите следующих уроков. Пока.